Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к седьмой главе книги пророка Амуса. Заключительная часть книги, начиная с седьмой главы, содержит рассказ о нескольких видениях пророка, в которых ему представлены образы будущего Суда Божьего, образы, которые дают возможность понять некоторые важные вещи, касающиеся Суда Божьего и, кстати говоря, касающиеся самого пророка. Вот смотрите, в первой части седьмой главы Бог дает Амусу, по крайней мере, три видения. Ну или во всяком случае, знаете, сам пророк так об этом рассказывает, и слушающие, записывающие его проповедь так до нас донесли эти сведения. Вот он говорит, такое видение открыл мне Господь Бог, вот я увидел это. В начале Бог показывает пророку саранчу, в начале произрастания поздней травы. Саранчу, которая налетает из пустыни и пожирает все живое. Это страшное бедствие, потому что после массовых нашествий саранчи не остается вообще никакого пропитания, кроме самой саранчи, если только она не улетела тоже, понимаете. Это страшное бедствие, чреватое голодом. И, конечно, в те библейские времена, как и сейчас, саранча не только сама по себе была пугающим бедствием, но и была зримым, осознаваемым, прозрачным образом завоеваний. Потому что завоеватели тоже часто приходят, как саранча, разрушая и уничтожая все живое. И вот пророк говорит о некотором диалоге с Богом. Он обращается к нему и говорит, «Господи Боже, пощади, как устоит Иаков, он очень мал». Пророк свидетельствует о том, что на самом деле народ, в котором Бог поселил его, этот народ Божий мал и слаб и немощен. И в те времена это, в общем, совсем не банальное утверждение. Потому что, ну да, конечно, если считать объективно численность населения, какие-нибудь еще демографические показатели, все это действительно так, Иаков очень мал. Но главное даже не в этом, а в том, что люди в этом народе очень склонны бить себя пяткой в грудь и хвастаться своим величием и силой. Хвастаться и говорить, мы, там, народ богоносец, мы великие, мы всех, если что, всех победим. А пророк говорит очень неприятную правду, что Иаков очень мал, он не устоит. И он, может быть, единственный пророк Амос, кто в этот момент молится о том, чтобы Бог пощадил народ свой. И пожалел Господь о том, не будет этого, сказал Господь. Амос свидетельствует о том, что его молитва, и молитва, наверное, других людей, которые тоже просили о пощаде у Бога, эта молитва какие-то бедствия от Иакова отвращает. В следующем видении Господь открывает ему огонь для суда, огонь, который пожирает и морскую бездну, и часть земли. Возможно, речь идет о нашествии с моря. Очередном, там, народы моря нередко нападали на эту землю, и часть земли пожирает этот огонь. И снова пророк молится и говорит, Господи, Боже, как устоит Иаков, он очень мал. И пожалел Господь и сказал, этого не будет. Вот слепые бедствия, ничем не направляемые, в сущности стихийные природные силы, которые не очень соотносятся с провинностями людей и с взвешенной мерой наказания. Все-таки Бог в данном случае отвращает. А дальше в следующем видении такое видение открывает пророку Амусу. Вот Господь стоит на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. Речь идет о веревке, на конце которой свинцовый груз, веревке, которая показывает точное вертикальное направление, отвес, и, помимо прочего, еще и это наиболее точное для того древнего времени инструментальное измерение прямой линии. Прямой линии. Потому что даже натянутая горизонтальная веревка, она не всегда может быть такой прямой. Вот отвес – это один из наиболее точных в то время инструментов, показывающих направление и прямоту. И вот Господь спрашивает, что ты видишь, Амус? Я ответил – отвес. И Господь сказал, вот положу отвес среди народа моего Израиля, и не буду более прощать Ему. Смысл видения таким образом заключается в том, что Бог полагает в народе своем объективное, точное мерило правды, мерило того, что соответствует правде Божьей и не соответствует. Если у вас нет отвеса, вы можете строить, как попало. И стены у вас будут кривыми, и столбы будут стоять, акипизанская башня и так далее и тому подобное. Но если отвес есть, то вся кривизна становится видна. И вся кривизна становится неприемлемой тогда, когда на отвесной стене стоит Господь, и в руке у него свинцовый отвес. И опустушены будут жертвенные высоты, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иераваама. Таким образом, пророк, видимо, в Весельском святилище говорит о том, что если с отвесом правды Божьей посмотреть на жизнь, то видно, что она вся кривая, вся кривая. И жертвенные высоты Исааковы кривые, потому что там жертвы приносятся для того, чтобы подкупить и заколдовать всемогущего. И святилища, в общем, соседствуют с неправдой. И поэтому Господь говорит, вот этот отвес, он никуда не денется, он будет отмерять живое и мертвое, правду и неправду в народе Божьем. И поэтому восстану с мечом против дома Иераваама, и будут разрушены святилища Израилевы. Ну и тут, конечно, тут же набегают хранители устоев, ревнители, и, ну, в общем, включается в дело некоторая политическая власть. Потому что один из лидеров Вифильского священства, может быть, первосвященник Амасия, священник Вифильский, посылает посланцев к Иеравааму, к царю, и говорит, что вот Амас производит возмущение против тебя среди дома Израилева. То есть чистый политический донос. Он, этот самый первосвященник Амасия, не спорит с Амасом, не оспаривает откровений или видения правды Божьей. Он стучит царю на пророка и говорит, что вот этот самый пророк, он возмущает против тебя дом Израиля. Израиля в земляне может терпеть слов его. Потому что Амас говорит, что пишет Амасия в доносе, отмечал, умрет Иераваам, а Израиль непременно отведен будет пленным. Таким образом, пророк предрекает гибель царскому дому и самому царю и плен Израилю. И вдобавок к тому, что первосвященник пишет на Амаса донос, он и самому Амасу говорит, молчи, иди уходи отсюда в землю Иудину, там пророчествуй, а здесь не пророчествуй, потому что это святыня царя и дом царский висели. Не очень понятно, каким образом жертвенник, посвященный Богу, может быть царским. Кто такой, собственно, этот самый царь, и чем он отличается от всех остальных, и чем он лучше? Это вопросы, которые уже здесь не могут не быть подняты. Иераваам при этом, обратим внимание, в общем, довольно жестокий царь, и правление его тяжелое для его народа. Ну вот, эта храмовая верхушка, этот самый Амасия, все-таки не царю говорит что-то неприятное, а пророку говорит, ты уходи, ты тут не пророчи, что это все здесь принадлежит царю. Святыня царя и дом царский. И Амас на это отвечает, ну, грубо говоря, нечего мне указывать. Я не пророк и не сын пророческий. Сын пророческий имеется в виду человек, который учился, ну, или воспитывался в одной из таких пророческих школ, отчасти мистических, которые уже существовали в то время в народе божьем. Нет, говорит Амас, я не отношусь к профессиональному, так сказать, специальному пророческому клану, но вот Бог меня призвал и сказал, иди пророчеству и народу моему, Израилю. И все тут. И он говорит этому самому Амасии, который на него царю доносит, он говорит, что меня Бог послал, и ты не можешь мне затыкать рот. У тебя нет для этого никакого права. И ему лично Амас предрекает гибель. Ты говоришь, не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Исааков, вот за это умрешь в земле нечистой, а Израиль непременно выведен будет из земли своей. Он все равно будет. Вот будет все равно сделано так, как предрек Господь через пророка. Израиль будет выведен в плен из земли своей. Даже если священнику Амасии не нравится, что там Амас говорит, от этого ничего не меняется. Черное не перестает быть черным, белое – белым. Правда-правда, а ложь ложью. Поэтому вот пророк говорит, а Израиль непременно будет выведен из земли своей. Амасий. Израиль. Амасий. 這個 сейчас утреки. Продолжение следует...